Слово нашему третьему гостю Андрею Бузарову. Сергей, спасибо. Вы в своем выступлении подняли столько вопросов, что трудно дать один ответ на все эти вопросы. Выберите самые интересные, на ваш взгляд. Особенно аналогия с 1924, с 17-18 годами. Она актуальна на самом деле. Про войну поговорим. Да. Если говорить честно, то, мне кажется, ответы лежат на поверхности. И не нужно глубокую какую-то аналитику проводить. Я у многих своих экспертов, знакомых и журналистов спрашиваю, читали ли они предвыборную программу Путина. Они мне все говорят, не было времени посмотреть, мы не заходили на сайт его. Я им говорю, в принципе, нет необходимости, потому что ее нет. Это помните, в фильме «Живет такой парень» был замечательный эпизод, когда он ухаживал за девушкой. Она работала в библиотекарше, он пришел в библиотеку и говорит, дайте мне, пожалуйста, капитал Карла Маркса, я там одну главу не дочитал. Да, это хорошая аналогия. На самом деле программы нет. И программа его, по сути, была озвучена Путина, я имею в виду, 1 марта 2018 года в ходе обращения к Федеральному собранию. И вот там он ни разу, один раз, если честно говорить, употребил слово «санкции», санкции Запада по отношению к Российской Федерации. Он слово «Украина» ни разу не употреблял. Так он многие слова не употребляет. «Навальный», слово, которое он не может выговорить. Да, но он слово «НАТО» и «США» употреблял очень много раз в ходе своего обращения. И вспоминал о Сирии. Третье выступление, обращение Путина была посвящена необходимости усиления военно-промышленного комплекса. А как же без этого? Да, как идет, по его мнению, угроза со стороны НАТО, со стороны США и так далее. То есть, в принципе, уже ответ очевиден. В ближайшее время будет нарастать военно-промышленная сила Российской Федерации, будут вкладываться туда деньги, экономика будет слабеть. Нормализация американско-российских отношений невозможна в ближайшее время, поскольку идет серьезная геополитическая борьба. А вопрос Украины и России, он лежит в плоскости всей этой геополитической игры. И я думаю, что в нынешних условиях улучшение отношений между Россией и Украиной просто невозможно. Поэтому мы должны просто воспринимать и объективно анализировать то, что сейчас происходит в Российской Федерации. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.